Время штука быстротечная. Года не щадят никого, ни богов, ни людей, ни тех, кто между ними, цари и императоров. Проходят года, императоры стареют, цари умирают, и это извечное колесо жизни. Сегодня мы с вами на канале «Заметки нумизмата» расскажем о последнем типе портретных рублей Екатерины Великой. Здравствуйте, господа! Начнем. 1772 год. У руля России 15-й год стоит Екатерина Великая. Много было сделано, много было проведено реформ, много было сделано нововведений в российскую жизнь, в жизнь Российской империи. Российская империя укрепляется, но Екатерина стареет. К сожалению, ее тоже затрагивают года. Меняется она, меняются ее портреты на рублях. Она, как и каждая женщина, очень тяжело переживала свои возрастные изменения, очень комплексовала по этому поводу. И по договоренности с гравюрами, чеканящими ее монеты, ее портреты на медалях, был сделан один очень важный шаг и один очень важный момент, который стоит учитывать при выборе монеты в коллекцию, при понимании качества монеты, а именно о изменении рельефа на рублевых монетах и на паутинах. Это изменение было очень важным. Екатерина II настаивала на этом. Она не хотела, чтобы ее подданные, жители, обыватели Российской империи, видели, держа в руках рубль с великой императрицей, видели ее старение. Поэтому ее портреты были максимально рельефно опущены, портреты были плоские. Так она хоть каким-то образом пыталась оградить себя от того, что люди ее подданные будут считать, что она стареет, что она приходит в негодность. Конечно же, это всего лишь, наверное, именно женские переживания, но однако они сказались на целом пласте, на историческом, на нумизматике, на иконографии ее поздних рублей. Итак, в 1777 году выходит совершенно новый портретный тип, кардинально отличающийся от всего того, что было выпущено раньше. На нем Екатерина представлено более крупно, лицо ее более крупно. Прическа изменена. Видно, что здесь уже это не молодая женщина полной энергии, а это уже мать, мать государства. Лицо величественное, губы поджаты, взгляд устремлен вдаль. Веет мощью, мудростью, опытом. Вот посмотрим на эту монету. Она действительно интересна, действительно по иконографии она прекрасна. Что мы наблюдаем? Самый проблемный участок этой монеты – это локон, ниспадающий локон с прически. Именно этот элемент наиболее всего был, наиболее сильно был подвержен износу, и монеты, побывавшие в обращении, к сожалению, локон этот теряют. Монеты, которые в обращении были мало, кладовые монеты, они имеют этот красивый локон, а это очень важно для монеты в коллекцию. То есть, чтобы монета, которая у вас находится в вашем собрании, была представлена именно в таком виде, как ее задумывал гравер. Тут Тимофей Иванов очень сильно постарался. Он очень красиво передал уклад прическе, очень пышно и в то же время лаконично передал ниспадающие ткани на плече императрицы, и передал ее, как мы уже говорили, величественный взгляд. Монета эта действительно заслуживает уважения. Если же мы взглянем на орловую сторону этой монеты, мы с вами удивимся и порадуемся. Износостойкость данного элемента, а именно орла с коронами, щитка, герба, просто поразительна. И если даже при недлительной эксплуатации, недлительном пребывании в обращении, портрет терял важные элементы рисунка, микрогеографию, таких как локон, перекат щеки, ложбинку прищуры глаз, складок одежды, то орловая сторона довольно-таки длительное время оставалась просто-напросто нетронутой, не подвержена никаким проблемам. Разве что середина орла с щитком, где Святой Георгий. Перья же, шея орла, держава, скипетр – все в изумительном состоянии, даже на монетах, которые побывали в обращении длительное время. Еще раз смотрим на этот замечательный предмет. Перед нами экземпляр 1780 года в ярком штемпинном блеске, в красивой легкой золотистой патине. Здесь как раз то, о чем мы с вами говорили, здесь замечательно прослеживается ниспадающий локон, мелкие элементы одежды, все складки ее одеяния, все волосы, венок, корона, монета в прекрасном состоянии. Замечательный коллекционный экземпляр, и вам такой желаю. В 1783 году портрет изменился, и на смену так называемой длинной шеи, это обиходное название у нумизматов монеты 1777-1782 года, приходит монета другая, немного другая. Ее нумизматы прозвали короткой шеей. Короткая шея. Монета, которую нумизматы ищут, за которой охотятся. И дело не в том, что они редко встречаются. Нет, встречаемость их достаточно высока. Чеканились эти монеты с 1783 по 1796 год, и некоторые года выпускались в довольно-таки объемных тиражах, и представлены на рынке в большом количестве. В чем же дело? А дело, опять же, в том самом низком рельефе. Он стал еще более низок, чем на монетах 1777-1782 года. Портрет чеканился невнятно. Слабый прочекан, низкий рельеф. Все это изначально делало монету не слишком привлекательной, несмотря на то, что портрет был выполнен очень высокохудожественно. Небольшое, недлительное обращение. В обороте монета побывала год-два, все, портрет теряет очень многие основные части элемента. И лишь только какие-то редкие экземпляры, которые не успели побывать в обращении, которые сразу легли либо в коллекцию, либо в клад, либо в какую-то закладку. Именно такие монеты и востребованы современными нумизматами. Именно за ними идет охота. Именно они желаны в коллекцию. Посмотрим на действительно достойный экземпляр. Вот нам тут оператор сейчас показывает. Нам выпала с вами честь посмотреть на действительно хорошо прочеканенный, на рельефный экземпляр последнего года чеканки 1796 года, года смерти Екатерины Великой. Что мы здесь видим? В отличие от портрета 1777 года, здесь мы видим женщину еще более раздобревшую, с еще более властным тяжелым взглядом. Здесь мы видим, что это уже женщина в годах, женщина с большим опытом, женщина с большой властью, женщина с большой силой. Последний год чеканки, последний портретный тип. Великолепная сохранность этой монеты. То есть здесь может быть не так выражено ярко штемпельный блеск поля, но рельеф, все мелкие детали, все то, что хотел передать нам гравер Тимофей Иванов, все здесь в этой монете есть, все здесь целиком сохранено, все мы здесь видим. Ниспадающий локон, такой же, как на рублях образца 1777 года, но более тяжелый массивный подбородок, надбровные дуги, сведенные во взгляде, который говорит о мудрости. Все это здесь есть, все это здесь представлено. И если вы посмотрите внимательно, то даже структура зачеса волос над венком и короной здесь сохранены и представлены в очень-очень-очень хорошем качестве. Также мы смотрим на грудь императрицы. Ткань и элементы декора тоже сохранены просто потрясающе, замечательно. Вот такой вот экземпляр, действительно достойный коллекции, мы с вами сейчас изучаем. К такой монете мы с вами и стремимся. Несмотря на то, что на этой монете есть немного механики, какие-то незначительные царапинки, но прекрасный остаточный штемпельный блеск, легкая золотистая патина и полностью-полностью перчеканенный замечательный экземпляр. Вот, пожалуй, на этом мы и закончим наш рассказ, наш длинный рассказ об иконографии портретной на рублях Екатерины Великой, о сложном и интересном пути Тимофея Иванова, как портретиста ее императорского величества от самого первого рубля времен переворота 1762 года до 1796 года, года смерти. Мы прослеживаем историю Великой императрицы в портретах великого гравюра Тимофея Иванова. Линейка таких рублей, как мне кажется, интересна будет любому нумизмату, любому любителю истории. Это действительно очень-очень красивая, очень-очень знаковая и значимая тема в российской нумизматике. Желаю вам хороших монет. Большое спасибо каналу Заметки Нумизмата. Отдельное спасибо Сергею Юрьевичу за то, что пригласил к себе в гости. Всего вам доброго. До свидания. Вот, господа, это был канал Заметки Нумизмата. От вашего лица я благодарю Алексея за то, что он к нам пришел, за то, что интересно и красиво рассказал. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин